В этом уроке давайте рассмотрим правила совершения намаза. Есть кое-какие тонкости, при которых эти действия делают, о чём мы должны думать или куда там что как касаться. Давайте прочитаем в этом уроке. Если вы ещё не подписаны на этот канал, то сделайте это, поставьте колокольчик, поставьте также лайк, прокомментируйте это видео. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Мы начинаем. Правила совершения намаза. Первое. Вставать всем молящимся при произнесении муадзином слов хайя аляс-саллах. Если вы читаете в мечети или дома с джамаатом, коллективный намаз, Там камад, когда произносится. Вот когда он произносит эти слова. Мы должны вставать в этом. Если мы сидим, ждём, когда Муази произнесёт камад. Вот он начал говорить. И до слов дошёл, и мы должны в этот момент вставать. Это так является по-сумни. встаешь, выпрямляешься, ряды, в порядок приводишь себя и все. Вот такая есть тонкость правила. Второе. Касаться большими пальцами мочек ушей при произнесении вступительного тагбира. Аллаху акбар. Мочек ушей. Так тоже можно, но по правилам, по тонкостям мочек ушей. Третье. Направлять взгляд при каяме к месту саджда. Понимаете? Каям – это означает стояние. Когда вы стоите, намаз читаете, ваш взгляд должен направиться на то место, куда вы будете делать земной поклон саджда. И вы все время туда должны смотреть весь намаз. Некоторые видели, наверное, кто намаз читает, как будто бы он ничего не видит, ничего не слышит. Такие правила. Такие тонкости. Вот так лучше делать. Дальше. Направлять взгляд при руку на коленке, на кончике пальцев ног. Когда вы делаете поясной поклон руку, вот здесь, ваш взгляд должен идти не туда, где вы саджда будете делать, а туда, где конец пальцев ваших ног. Ну, можно сказать, между ними. Туда смотрите. Это считается вот тоже тонкость намаза, куда мы должны обращать внимание, обращать свое внимание. Дальше. Читать тазбих при руку и саджда по 5 или 7 раз. Минимум. Три раза, конечно, это сунна. Также сунна является 5-7. Лучше чуть больше читать. 5-7 приблизительно. Среднее сделать так для себя. Среднее 5-7 раз надо читать. Субхана Рубль Азим. Субхана Рубль Азим. Субхана Рубль Азим. Субхана Рубль Азим. Или Субхана Рубль Аля. 5-7 раз. Дальше. Касаться при саджда земли сначала носом, потом лбом. Ну, то есть, вы делаете, когда саджда, у вас же сначала, вот вы спускаетесь, сначала колени на землю ложатся, потом вот ваши ладони и потом голова. И он говорит, и тут тоже сначала же нос выпирает, на лице же сначала нос выпирает его. То есть, вот так и вот так потом. И когда обратно, потом он, наверное, скажет обратно так, то же самое. Сначала лоб, потом нос, потом руки, потом колени упираются. Так, такие еще правила намазал. Дальше. Идем направлять взгляд при саджда на крылья носа. Когда вы делаете земной поклон, вы должны смотреть туда, на крылья носа, или можно сказать, вниз при саджда, при земном поклоне. Вы знаете, с чем это связано? Почему это считается суммой, вот такие вот, вроде как, какая разница, куда смотреть. Но это правило намаза, как бы, в этом есть свои тонкости. Когда человека, например, отчитывают, да, он знает, что он виноват, он куда смотрит? Вот это что за взгляд, когда он вниз смотрит? Чувство вины, правильно? И мы перед Богом тоже, Аллах Тааля нас всех знает, какие мы есть, какие у нас грехи, какие у нас страсти, да, где мы ослушаемся постоянно Всевышнего Аллаха. И когда мы читаем намаз, он же все это про нас знает. И, представьте, да, земной поклон, да, это как бы, это же вообще такое вот поклониться перед Богом. Есть люди, которые, мусульмане, да, которые ни разу не отпустили свою голову перед Богом. Как в суд на день ответить, а? Вот, поэтому намазе, когда мы отпускаем, у нас взгляд вниз идет, это тоже своего рода тонкость. Это как бы, ты унижаешься перед Аллахом, да, ты виновен, понимаешь? Понимаете? Поэтому так надо делать, надо соблюдать, чтобы вот эти вот все действия привели наше сердце богобоязненность, такая вот смиренность перед Богом, понимаете? Это все вот эти вещи, мелочи, да, вроде, но они все приводят к этому, к состоянию хушу. Так. Дальше. Направлять взгляд при салями на плечи, когда вы даете салям. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. И можно смотреть и туда, в любую сторону, да, голову же главное повернуть. Но по суньи и по правилам мы должны смотреть на плечо, взгляд наш на плечо должен уходить. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Дальше. Прикрывать рот тыльной стороной правой руки при нестерпении, нестерпимой зевоте. Читаем, да, намази, бывает, часто тоже зевают люди. Рот как бы нежелательно открывать, да, там мусульмане прикрывают свой рот. Это такой адапт есть, такое правило, да. И при намазе тоже самое. Вот так тыльной стороной правой руки, это внутренняя, это тыльная сторона. Вот так прикрываем рот. Зевнули, если невыносимо, зевнули и дальше читаем, вот, например, смотрите. И дальше читаем, вот так вот, именно правой и тыльной стороной. Дальше. Совершать намаз как можно в более чистой одежде. Правильно? Правильно. Намаз, каждый намаз – это свидание с Всевышним Аллахом. Это наш разговор, это наше общение с Всевышним Богом, Создателем нашим Аллах Тааля. Поэтому Аллах Тааля все видит, все знает про нас и про нашу одежду, какая она чистая, грязная. Поэтому мы должны одевать как можно более чистую, красивую, достойную одежду для молитвы. Дальше. Отдавая салям в правую сторону, делать намерение, то есть не яд, приветствовать единоверцев и ангелов, находящихся справа. Потому что и ангелы бывают с нами намаз читать, мы их не видим, но они читают. И если с джамаатом читаем тоже, джамаат сзади, коллективный намаз тоже. Вот когда салям даем, ассаляму алейкуму и рахматуллах, выходим из намаза когда. То есть намерение мы должны делать, взгляд здесь, намерение мы должны делать, что мы даем салям, желаем мира и добра, всем братьям мусульманам и всем ангелам, которые читают намаз с правой стороны, братьям и сестрам, кто там есть. Или когда слева даем сторону, ассаляму алейкуму и рахматуллах, мы должны делать намерение, что мы даем салям всем ангелам и братьям с левой стороны. Ну и об этом я сказал. Отдавая салям в левую сторону, делать намерение не яд, приветствовать единоверцев и ангелов, находящихся слева. Дальше. При совершении намаза самостоятельно, давая салям, делать намерение приветствовать ангелов, приписывающих дела и поступки человека. Кираман, кятибин и хафаза. Также вот, если даже ты один читаешь, здесь у нас есть у каждого человека ангелы, которые записывают с правой стороны благие деяния, с левой стороны твои плохие грехи записывает. Вот этим двум ангелам, когда даем салям, тоже должно намерение проходить, что им салям даем. В этом тоже свои плюсы есть. И четырнадцатая. Сдерживать по возможности кашель. Конечно. Если вы знаете, что если в намазе будете кашлять специально, можно сдержать, а вы вот так будете делать намазе, у вас на вас испортится. Вам надо заново перечитывать. В намазе вообще там почти все нельзя делать, только как предписано. Поэтому намаз считается вторым столпом ислама после шахады, да, принятия Единобожия. Потом что идет? Намаз. Не ураза, не хач, не другие вещи, а намаз. Именно в намазе все органы, мысли, да, все мы сконцентрированы на молитве. Такое ни в одной этом нету. Аибададе в виде поклонения, как намаз. Поэтому по возможности надо сдержать кашель. По два возможности. Если уж когда вы стоите с жемаатом, читаете, как имам, фатиху надо читать, там уж прям совсем уже все коряво, плохо, то, конечно, надо сделать как можно меньше и эффективно сразу и дальше продолжить читать. Но старайтесь не делать этого. Сдерживать надо обязательно. А то может намаз нарушиться. Если вы еще не подписаны на канал, то сделайте это. Прошу вас, подпишитесь на канал. Очень полезные уроки. Комментарии все такие хорошие оставляйте. Спасибо, спасибо, спасибо вам за это большое. Спасибо, что лайкаете. И все, кто досмотрел это видео, поставьте лайк. Обязательно спуститесь ниже. Можете открыть описание видео. Также можете оставить комментарии. Спасибо большое за урок, полезный урок. Джазак Аллахайрин и так далее. На ваше усмотрение, любой комментарий. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы приходили к вам уведомления. Джазак Аллахайрин. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok